Надо проанализировать поводковую ситуацию за последние пять лет. Если у нас нет рисков по 2024 году, то делим это на два этапа и выполняем. Листочек и ручка этого хватит, чтобы грамотно объяснить коллеге, как в карьере магнитной построить защитный вал за один год. Елизавета Миронова работает в «Алроса» второй год, однако на ней планирование и разработка трёх карьеров удачно. Девушка с первых дней покорила коллег острым умом и нестандартным подходом к работе. У нас здесь даже есть небольшая такая шутка, что она, скажем так, основоположник мод. Когда идут отчёты перед руководством, она показывает свои презентации, после этого другим ребятам, нашим планировщикам, говорят, вот смотрите, Елизавета Миронова сделала так, добавьте в свою презентацию то же самое. Елизавета приехала работать в «Алроса» из Иркутска, позвал одногруппник. Девушка и не подозревала, что уже через год коллеги заявят её кандидатуру на одну из главных премий признания «Алроса», и девушка победит в номинации «Открытие года». «Открытие года. Миронова Елизавета Даниловна, главный специалист». В качестве награды один из алмазов, добытый «Валроса», назвали в честь победительницы. Девушка получила копии именного драгоценного камня и памятный серебряный значок с бриллиантом. Но это не единственная цель участия в корпоративной премии. «Все равно руководство замечает, отмечает, и есть свои плюсы. Возможно, как-то в будущем, может даже в ближайшем, как-то повлияет на мой карьерный рост, ну и любого человека, кто принимает в этом участие». А вот Анастасия Чиноева от алмаза добычи далека. Она огранит другие алмазы, раскрывает таланты детей. Девушка работает в Орелахском доме культуры 8 лет. Чтобы сделать из ребенка профессионального танцора, Анастасии требуется всего 7 квадратных метров, музыкальная колонка и любовь к делу. Девушка тоже стала обладателем именного алмаза, тем самым вдохновила воспитанников. «Она очень хороша. И то, что она заняла признание Алроса, это очень хорошо, потому что это реально престижная премия, и то, что мы занимаемся вот такого профессионала, это очень выгордимся. Я планировал поступить туда же, где я отучилась Анастасия Александровна, это в Яки, Якутский колледж культуры и искусства». На премии Анастасия Чиноева победила в номинации «Звезда Алроса». Хореограф в составе якутского ансамбля объездила не только Россию, но и другие страны. Была возможность уехать и развиваться в столице республики. Однако у девушки другие планы. «После признания мотивация появилась хорошая. У меня есть в голове, конечно, пока один проект, но пока там надо уточнить некоторые нюансы. Пока что хочу оставить это в тайне». Особенность корпоративной премии – голосование. Сотрудники алмазодобывающей компании сами выбирают лучших. Признание коллег и сотни других работников – вот чем гордятся наши героини и что их вдохновляет. Анна Брущенкова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край».